Привет, уважаемые зрители! Ганза D704 на D2 уже. Долгожданный нож. В черной пятнице 24 ноября будут скидки до 30 процентов на ножи Ганза. Смотрите по ссылочкам в описании и в этот день и на Роксон и на Райке будут скидки. Вот такой крепенький сбитый ломяра. Давайте более подробно. Старший брат этого ножа Ганза G704 стал легендарным ломом, участником многих рейтингов. Но все-таки для своей убойной стихии, прочной, он был с мягковатой сталью. Этот уже D704 получил D2 более твердую сталь. Но и более твердая сталь это еще не все. Нож облегчен. Здесь плашки высверлены и снят лишний металл, который никак не влияет на прочность ножа. Гляньте на насечку. Такое редко встретишь. Отличное сцепление. Можно надежно и уверенно держать нож. Толщина 4 миллиметра. Длина 85 миллиметров. Это уже достаточно для привычных задач. Даже на кухне, конечно, хотелось бы больше, но все-таки специфика и стихия этого ножа немного в другом. Где-то приподнять люк, какую-нибудь решетку сливную. Все он это может. И режет он не так плохо. Когда-то именно GANZE G704 меня убедил, что ножи давно уже стали другими. Не по своей форме какой-то борзой, бульдожьей, привлекательной, а по ощущению полной монолитности конструкции. Речи о люфтах здесь нет и не было никогда. Все, что было нужно, все, что делали самостоятельно многие, к чему стремились, здесь уже все готово. Облегчили и улучшили сталь. Я не знаю, о чем еще мечтает. Нож просто замечательный. Материал рукояти G10, довольно толстая. Конечно, не такая как Cold Steel Recon 1, но может она и не нужна такая, рвать карманы. Механика замечательная, друзья. Окошко здесь уже меньше, то есть можно одним пальцем все делать. Замечательно. И одновременно со отсутствием люфтов. Вот Райк. Крайнее видео было. Тридцать второй. А нет, это двадцать первый. Извиняюсь, вот такой. Давайте по толщине клиниев. Например, вот трешечка, вот четверочка. Такая ситуация. То есть, в принципе, друзья, здесь все готово уже. Сталька отличная. Не так часто придется нам точить его. 140 грамм весил G704. Этот весит 134 грамма, друзья. Хотя бы психологически это греет душу и карман, что он полегче немного. Клипса, ребят, ну для меня это единственный минус этих моделей. Немножечко все-таки этот заостренный вот начало капризничает. Соприкасаясь с тканью, немножечко промахиваешься и тяжело посадить, так как она довольно таки тугая. Так в целом, вот если бы не клипса, нож просто идеальный был бы. Вот, друзья, эти два ножа равные по своему весу. Здесь больше инструментов, конечно, но это ломик. То есть дать какую-то нагрузку, здесь и толще клин, и остальная конструкция, рукоять, плашки, удерживающие клин, они более прочные и крепкие. Поэтому думайте, выбирайте. Вот по райкам тоже я ссылку оставлю. Помните о скидках в Черную пятницу. Нож этот отличный. То есть для EDC, друзья, ну он у меня поживет на кармане пока, либо в рюкзаке, скорее всего, в рюкзаке в зимнее время. Думаю, особо он веса так ощутимо не докинет. Этот нож в EDC набор тем, кто любит ломы. У кого все тяжелое, с запасом, вот вам советую нож. Может быть, вам больше понравятся колстилы, реплики, ну не знаю. Вот здесь люфтов нет, а вот в репликах бывают люфты. Ну а в не репликах они будут стоить в четыре раза дороже или в три вот этого малыша, крепыша. Насчет рукояти. Мы видим, что здесь форма угловатая, может как бы и наминать. Но, друзья, в этой концепции ломика, который готов к нагрузкам, важнее всего, чтобы нож остался в руках. И поэтому, благодаря вот этим выборкам, этой угловатости, нож лучше контролируется и лежит в руке более надежно. Это вот такие вот ножики. Более легенькие, они зализанные для комфорта, там хлебушек порезать. А этот нож с толстым клином, с рукоятью, мощный, с мощными плашками, хоть и скелетизированными, он дает уже нам возможность нагрузить его очень сильно. Четыре миллиметра, это круто. Поэтому вот такие формы агрессивные, заполняющие ладонь, может быть, не так комфортно, где-то наминающие, но лучше он нам намнет, чем улетит куда-то, либо порежет нам руку. Когда клин закрыт, произвольно он не откроется. Бывает, ножи таким балуются, а карманы мне режут, там трусы. Вот здесь все закрыто надежно. Клинок отлично расположен, то есть никаких промахов, не надо искать, если ситуация экстрена, а этот нож как раз для таких ситуаций. Не надо думать ни о чем, нарабатывать какой-то навык. Все здесь интуитивно и анатомично. Раз открыл, выкинул и пошел. По минусам, друзья, клипса немножечко начало это, ну и больше недостатков нет. Честно говоря, если ты понимаешь, зачем этот нож, его концепцию, я не вижу недостатков. Замок на любителя, в принципе, он надежный. Аксесс-лог. Напоследок скажу, что для EDC-набора для меня этот нож, в принципе, находка, потому что сталь, это доработали нож, ощутимо. Металлические шайбы, то есть здесь подшипников нет, да и хорошо. Для такого лома это нормально. Ну все, господа, буду закругляться. Надеюсь, вам понравилось. Смотрите по ссылкам, будут скидочки. Нож этот я вам советую. Хорош. Все, пока. Подписывайтесь на мой канал.